Это рассказчик иммаршин. Это часто бывает тот случай, когда они разумеют. Вот мы тогда говорим, ни разу не логик, ни разу не рейтинг, ни разу не сенсионный. Это случай, когда эта функция проявляется не тем, что она отсутствует, а потому что она сильно проявляется негативно. В случае с Дартаньяном, мы много раз говорили, человек, который постоянно пытался поссориться со всеми окружающими, там вот эпизод с этим платочком, который он пытался выдрать под ноги Арамиса. Да? Камиле де Буа де Тресси. Значит, он говорит, полный человек. Говорит ему о рейтинге. Как вы могли вообще, вы что, не понимаете, что вы скомпрометировали там? Я? Это мы скомпрометировали там. Полная неадекватность по эти отношениям он вообще не понимает. Там нет понимания ни ситуаций, ни норм особых, ни опыта у него нет. Какой может быть опыт у молодого юноши? Вот. И особенно от этих благ. И поэтому вот это ни разу не этик, но проявляется, конечно, многообразно. То есть это, скажем, перебивать, может, запачиваться собеседника, значит, что-то крикнуть, будешь несогласным. Действовать, ну, что называется, действовать и уместно, и без так. Вот, когда на это смотрит белый этик, особенно конфликтер-охранитель, он просто говорит, какой наглый бесцеремонный тип. Без перебори. Вот как мне хочется, потому что только две количества опыта, но то, что я знаю. Вот, что я знаю, то это любое замечание, естественно, по поводу поведения, конечно, воспринимается очень правильно. Как я любое замечание хочет определиться. То есть, ты неправильно себя повел, и уже человек от него идет напряжение там. Как ты относишься к этому? Почему ты такое отношение демонстрируешь к людям? Вот типичное обвинение, например, к человеку с четвертой милой. Как ты ведешь себя по отношению к людям? Почему ты к ним так плохо относишься? Это от недоумения. Я плохо отношусь? Да я вообще не это. Да? Вообще, я вообще не готов. То есть, его поведение, оно просто не учитывает ни нормы, ни ситуацию. То есть, оно волюнтаристское. Вот еще можно говорить, что по четвертой функции, наше поведение абсолютно волюнтаристское. Этот почти, понимаете, неприличными словами прошу не выражаться. Этот, то что я волюнтарист. Четвертая функция, это функция нашего волюнтаристского мышления. Вот когда декции говорили, что я абсолютно логичен, то он логичен внутри себя. Пока он не расскажет про эту логику, то нет. Или рецепты. А внутри себя? То есть, внутри каждый из нас, по четвертой функции, абсолютно упорядочен. Абсолютно прав. Но только внутри себя. Как только человек показывает это действием маничеславия, оказывается, что народ на него смотрит, как на, ну, на сильно неправильное поведение, в лучшем случае. Или на деколе. Даже, значит, там, или по этике, или петологике, или по сенсорике. Поэтому, вот, если мы говорили правномерную волевую сенсорику, у аналитика, например, у него есть еще такая позиция, поскольку он внутри себя, значит, прав, он еще может становиться, так называемым, позабоевого цепенка. То есть, еще пытаться править воинственность в отстаивании своей точки зрения. Но, поскольку это боевой цепленок, то понятно, что это выглядит очень, ну, как бы жалобно или комично со стороны. Но он готов, типа, отстаивать, даже кулаки сжимать. Ну, вот. И так далее. То есть, наша четвертая функция, это функция нашего валютарного мышления. Ну, вообще, конечно, дверь свектор, это такой, но обычно он мягшируется, прячется за другими. Ураны свершиваются. А вот по четвертой функции мы что хотим? Вот, например, Жек... То есть, Дон Кехотт иногда... Реально-то, но бывает. Так что они начинают читать мораль своему окружению по четвертой функции. Как они ее понимают? Ну, это тоже бывает. А грамоты начинают по белой сенсорике учить, как принимать лекарства. И вообще как оздоравливать. Ну, а у предпринимателей вот тема оздоровления и здорового образа жизни, она просто не сходит еда как. Что надо там принимать всякие БАДы, бегать, здоровый воздух и прочее, прочее. Но это не мешает. Вот по поводу, я могу сказать, по поводу одномерной белой сенсорики, предприниматель может спокойно вместо пищи принимать различные порошковые добавки. Ну, там вот, протеиновые, протеины для накачивания у нас и прочее. У нас наш знакомый, предприниматель, французский пригласил к себе. Значит, у него квартира большая, и он сделал в одной комнате и маленький такой спортзальчик себе. Там тренажёры какие-то и всё. А перед тренажёром, там, перед этой комнатной, на окне стоят такие баночки. Говорит, ну, зачем мне что-то перекусывать? Вот я баночку открыл, лопаткой взял порошочка. Значит, там несколько видов порошочка. Я сенсорик на это посмотрел, и вот дура настала, как это может и есть. Дальше он так заправился с лопаночкой, даже не ложкой, а лопаткой попластикой. Он несколько порошочков взял, да, выпил водой, и пошёл там, значит, бегать по дорожке, видите, как ты нажал. Я помню, более стало несколько нехорошо, когда... Нет, не то, что нехорошо. Ты никогда рассказываешь всю эту историю. Да, но... Прекрасный ужин, приготовленный при участии руководителя. В Москве и по жиле. Да. Вот для того, что наружу были французские садовые улитки с соусом песто. Ну, пока он был, возглавлял продуктовую ферму, полковую, для него это не было проблемой. Просто вот это к вопросу о нервности. То есть для белого сенсорика еда, которая не совершит вкуса, запаха, цвета, консистенции, специфического аромата, многочисленных граней, не оставляет на самом вкусе, не вызывает предвкушения. Это не еда. Это вообще не еда. То есть я допускаю, что этим можно насыпиться. Даже у многих где-то понимаешь, что там могут содержаться полезные тела, вещества. Но я это могу допустить только условно. Да, у нас белая сенсорика. Первое пункта в понятие «жиды» таковой входит не насыщение, не удовлетворение физиологических потребностей и даже не выработка оперативных маршрутов. В результате хорошего ужина. Это целое информационное событие. Примерные вещи – это информационное событие, в котором протеинные – это даже не право, что и более не основное блюдо. Поэтому мы когда говорим о нервности функции, мы должны понимать, что когда у нас разговаривают над темой люди с разной нервностью, как Остан Бейлендер скисывает пьянь, как предлагающий мне замечательный человек, предлагающий мне красного ужина перед психи каким-нибудь протекунчиком. Вот здесь неизбежно возникает некоторый разрыв. У Юпсова прекрасный термин «от туннеля реальности». У Юпсова, квантовой технологии, у него есть такой термин, такая концепция. Каждый из нас находится в неком туннеле реальности. И мы, другие люди, понимаем, насколько эти туннели соприкасаются, пересекаются. Иногда нам бывают по дороге, иногда мы где-то совпадаем. Но в большинстве наших туннелей принципиально различны. И вот одно из этих предъявленных вещ, оно состоит в нервности, в этой первой пункте. Человек, воспринимающий свою жизнь, вообще все мироздание, например, через аспект деловой логики, он никогда не сможет передать свой опыт тому, для которого деловая логика – это всего лишь только опыт. Это свой взгляд, свои представления, свои фантазии, свои надежды. Для того, для кого это одномерная функция. Это даже пример. Чем принимаем, тем не принимаем. Чем больше она скользуется в этих изменениях, тем труднее найти общий язык. И когда эта разница максимальна, как в случае первой или четвертой, то тогда… Самое лучшее, что могут сделать люди в этой ситуации – это перейти в общение по тренински. Да. У нас-то не было конфлик как такового, да? И с его супругой, и меня с ним. Мы несколько лет сотрудничали, и все. Но вот моменты… Мы просто выбирали те моменты, где у нас было соприкосновение, да? И не… Скажем, он сильно удивился, когда сказал, «Вот у меня в вашеме никто не берет». Мы сказали, «Давайте сейчас что-то есть, будем его пить». Это его страшно удивило. Опять я тебя поправлю. Это было не то его. А его поразило то, что мы различаем вкус воды. Когда мы встречаем вот это вот. Вот это вот.